Слава Богу! Мы в Доме Божьем, и мы сегодня празднуем великий такой знаменательный праздник Сосчествия Духа Святого на Церковь. И это действие, оно продолжается уже на протяжении двух тысяч лет даже и более. И Дух Святой, Он не потерял свои силы, способности, Он не потерял своих качеств, но нам, живущим на земле, очень важно научиться от Него. В свое время, когда Христос, будучи Сыном Человеческим, находился на этой земле, Он сказал такое важное слово, говорит, придите ко Мне и научитесь от Меня, ибо Я был кроток и смирон сердцем, и найдете покой душам вашим. Цель всего христианства, цель верующих людей, живущих или ходящих в Дом Божий, обрести внутренний покой и внутреннее дерзновение в своем сердце, в своем духе, чтобы не поколебаться в обетованиях Божьих неверием. И это действие, оно продолжается на протяжении многих лет нашей жизни. И апостол Павел, будучи человеком, посвященным на служение, он однажды написал к евреям, говорит, оставив начатки учения Христова, посвящим к совершенству. Вопрос сегодня, друзья, дорогие, оставили ли мы начатки учения Христова, посвящили ли к совершенству, или сегодня нам нужно постоянно напоминять нам обращение от мертвых дел и веры в Бога. Постоянно нам нужно напоминать, какой нам должен быть характер, какие отношения, какие взаимоотношения, какое понимание той или другой истины, но Слово Божие, оно дает нам весьма важное определение, чтобы мы научились входить в Божий покой своим духом. Чтобы, что бы ни происходило в нашей жизни, у нас было внутреннее основание держаться исповедания неуклонно, тому, что Бог на всяком месте присутствует Духом Святым. Дух Святой дан нам не только на сегодняшнее время, Он дан нам навеки и навсегда. Он будет нас сопровождать не только здесь на земле, Он будет нас сопровождать в вечности, Он будет с нами пребывать вовек. И тому сегодня вопрос моего отношения с Духом Святым весьма важный вопрос, и нам весьма важно научиться и понимать, что происходит внутри моего сердца, повседневной моей жизни, чтобы впоследствии я не ошибился, я не поколебался, я не уклонился от простоты во Христе Иисусе, но чтобы оброл определенные чувствования, которые будут давать мне способность ориентироваться в нынешнем проходящем веке, чтобы впоследствии, когда Он позовет, я мог услышать голос зовущего. И мы приходим на это место, чтобы научиться различать голос Духа Святого и голос этого мира. Потому что мы живем во время цифровой информации, которая сегодня овладела умами и сердцами множество людей. Эта цифровая информация сегодня поглотила умы многих людей, и она сегодня очень сильно влияет на мое или твое состояние. Кто-то сказал, говорит, кто не слушает новостей, тот не имеет информации, а кто слушает новости, тот имеет дезинформацию. Как это выглядит? Потому что, друзья, в новостях никогда никто этот мир не говорит нам в сущности всего. Нам говорят то, что приятно нашему слуху. А в сущности оно совершенно другое. Когда-то начало 20-х годов, в 20-м, когда началась эта пандемия, сколько было разговоров, сколько было убеждений, что нужно принимать прививки. со всех каналов этого мира это все раздавалось, и убеждали людей, что это правильное решение, это верное решение, на основании этого решения сохранится ваша жизнь. Но прошли годы, время прошло, и сегодня говорят превратное, что это была дезинформация. Это не было для того, чтобы сохранилась моя жизнь. Это была дезинформация, и мы, как служители, очень важно, чтобы стояли на страже своего сердца, своего духа, чтобы правильно доносить истину, для того, чтобы последствий Господь не спросил от нас, что вы неверно служили и неверно предупредили народ свой. И тому, друзья, дорогие, я хочу сегодня обратиться к одному из мест священного писания. Времени не сильно много, но в то же время я хочу коснуться некоторых моментов, чтобы мы имели способность ориентироваться в своем духе, что там происходит. Как мы сегодня можем действовать и поступать, чтобы нам не поколебаться в обетованиях Божьих неверим, но чтобы избрать те пути, которые впоследствии принесут мне благословение, созидание и освящение моего духа, дабы, когда придет время, и Дух Святой будет взят от среды, Он остался в моем сердце и руководил мною и научал меня. Тому эти уроки, они сегодня должны быть усвоены нами, уверовавшие или принявшие благодать для нашего спасения через Иисуса Христа. Итак, апостол Павел в 2-м послании к коринфянам говорит следующее, 6-я глава, 11-й стих. Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равной возмездии, говорю вам, как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог, селюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому и пряму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и тщерами, говорит Господь Вседержитель. Довольно такое важное, объемное слово, которое апостол Павел оставил на страницах Писания, чтобы мы, вникая в закон совершенный, закон свободы, могли ориентироваться в своем духе, в своем сердце, что в нас происходит, что там внутри нас происходит. Апостол говорит, «Уста наши отверстия к вам, крымфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Одно из определений нашего неверного хождения пред Богом – внутренняя теснота. Сегодня каждый из нас может проверить самого себя во свете Слова Божьего, потому что Слово Божье говорит, «К свободе призваны вы братья, только бы свобода ваша не было поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Другие мотивы они ведут к тесноте. Другие мотивы наших действий они везут к томлению нашего духа, тому, что мы не соответствуем нашему призванию. И тому Павел говорит, «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». И говорит, «Вравдное возьмете, говорю, как детям распространитесь и вы». Мы каждый сегодня придем в свои дома, в свои семьи, и мы что-то принесем. Кто-то принесет радость и утешение, а кто-то принесет тесноту и скорбь. Кто-то придет и начнет жаловаться и обсуждать всех или других проповедников, обсуждать хористов или тому подобное, и этим самым он будет приносить тесноту в свой дом. И окружающие рядом с ними будут чувствовать себя некомфортно. И мы должны быть внимательны, друзья, дорогие, что мы приносим с наших служений в наши дома? Радость, обновление или тесноту и скорбь, или томление, или укорение. И здесь Павел говорит, «Вам не тесно у нас, когда вы общаетесь с нами в служении в церкви, вы чувствуете себя свободно, вы радуетесь, но когда вы оставляете служение, вы с чем-то возвращаетесь в свои дома». Апостол Павел, когда писал о своем служении, он говорил, именно когда они были посланы в Иерусалиме и проходили по церквям, то что они производили? Они производили великую радость. Именно великую радость производили среди тех людей, с кеми они общались, кому они приносили Слово Божие. И это Слово Божие оживотворало их дух и давало им способность радоваться и благодарить Бога, чтобы Бог, будучи благим и милосердным, снизошел до уровня человека и вселился Духом Святым и дал внутреннюю свободу, внутренний покой прошел. Это было великим приобретением, друзья, для тех людей, кому они служили. Но были моменты, когда Павел, находясь в служении, он говорил, «Дух не допустил нас идти дальше, туда, куда они хотели». Внутреннее руководство, друзья, для нас, верующих, очень важно, чтобы мы имели эту способность различать самих себя, что там происходит внутри нас. Или там томление, или теснота внутри. Если теснота, то Павел говорит, причины этой тесноты, через что эта теснота пришла в жизнь людей, в жизнь Церкви Божьей. И что он говорит? «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Друзья такие, когда вы муж, жена, дети, находитесь дома, вы свободно себя чувствуете или тесно? Вопрос довольно не такой простой вопрос. Тесно ли внутри меня, когда мы находимся всей семьей в доме своем? Или там есть радость, там есть внутренняя свобода, или там есть напряжение? Если есть напряжение, значит, есть то, что запиная, то, что тяготит твой дух и не дает пристираться к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. И тому мы сегодня должны проверить самого себя, что мы носим внутри себя, тесноту или свободу от того, что Христос омыл, очистил мою совесть от мертвых дел. И я уже новое творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил мне исполнить. Если сегодня ориентируясь на состояние своего сердца, своего духа, что там происходит, то придет время, и я буду возрастать благодать и познание Господа, и я буду возрастать на пути к совершенству. А если я не наблюдаю за самим собой, за своим сердцем, я буду младенцем колеблющимся, увлекающим всяким ветром учения. И мы сегодня, друзья, дорогие, приходим в наши собрания, чтобы научиться понимать действия Духа Святого, которого Бог излил в сердца наши. Если в нашем Духе есть свобода Духу Святому, мы будем радоваться и торжествовать, мы будем благодарить Бога. Не будет уныния, тесноты внутри нас, потому что мы в Его руках. Он держит жребий моей жизни в своей руке, и я ему открываю свое состояние сердца. Здесь Павел говорит, «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Сегодня дружба с этим миром, она несет тесноту, совместные какие-то проекты мирскими людьми, совместные какие-то действия и тому подобное. Друзья, дорогие, они не приводят в свободе Духа, они приводят в тесноте Духа. И мы сегодня, как уверовавшие или принесшие благодать для своего спасения, должны внимательно исследовать себя, что происходит внутри нас. Когда я общаюсь с тем или другим человеком, если мой Дух находится в Божьей свободе, Дух Святой дает правильное чувствование, Дух Святой дает правильное понимание, с этим человеком нужно иметь отношение или нужно уклониться от него. Друзья, это весьма важная вещь, потому что когда у нас огрубевшее сердце, оно не способно ориентироваться в действиях Духа Святого в нашей жизни. И тому Христос, когда неоднократно обращался к народу своему, когда проповедовал, возвещал им волю Божию, он говорит, приближаются ко мне люди, которые устами ждут меня, а сердце далеко отстоит от меня. Именно сердце принадлежало не тому, кого они исповедовали устами, оно было чем-то другим поглощено, что-то другое занимало. И тому мы сегодня можем обращаться к Слову Божьему, как к святильнику, чтобы он просветил мое состояние, и я увидел самого себя во свете. Слово Божье, чтобы впоследствии я мог ориентироваться в проходящем веке, чтобы сегодня, когда приходит вопрос выбора даже спутника жизни, или выйти замуж, или жениться, часто молодые люди не обращают внимания на состояние своего сердца. Легко ли там, или там тесно? Когда мы ходим в духовной свободе, Дух Святой дает нам правильное чувствование, он дает нам способность понимать его сторону и сторону этого мира, и апостол Павел к евреям, он весьма так важно говорит, так и говорит, твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыков приучены к развлечению добра и зла. По времени, друзья, мы уже должны быть совершенны, чувства наши, они должны работать на созидание нашего дома, нашей семьи, наших детей, тому, что мы имеем дело с Духом Святым, который знает все глубины человеческого сердца. И когда мы ходим в должной свободе и держимся этой свободой, он дает нам понимание, что говорить, когда говорить, с кем иметь общение, какую позицию занимать в нашей жизни, но если эта свобода не пребывает внутри нас, мы будем поступать по плоти, а живущие по плоти, Богу угодить не смогут. Не смогут. Потому что ориентируются на временные ориентиры, которые видимые, а, словооборот, видимые временно, а невидимые вечно. И мы сегодня претендуем на невидимое вечное царство с Господом Иисусом Христом, о котором написано, что глаз не видел и ухо не слышало, что Бог приготовил любящим Его. И в это небесное царство войдут те, которые уходят в свободе духа, которые торжествуют во Христе и Зузе, которые имеют внутренний мир и внутренний ориентир повседневной жизни. Они не предаются всякой нечистоте или скверне, всякой музыке или тому подобное. Как-то не так давно прошло, слышать свидетельство одного служителя, именно был задан вопрос со стороны, как ориентироваться в музыке, что мы должны принимать. Он говорит, привел такой интересный пример, будучи на одном эволюционном служении, молодежная группа забела псалом о небе. Она пела о небе с такой тоской, с таким желанием туда войти, что на этом служении покаялось больше 50 человек. Друзья, они пели о том, чем они живут, чем они наполнены, от кого они получают способность для служения. Если сегодня мое сердце не обновляется Духом Святым, я не ориентируюсь внутри себя, что внутри происходит, подумаешь, поругался, подумаешь, высказал, подумаешь, предъявил претензии, а внутри то тесно, а внутри то нет дерзновения, и многие в этой тесноте приходят и служат Богу. Друзья, такое служение никому не нужно. Оно не производится Духом Святым, оно производится нашими человеческими эмоциями, мудростью человеческой. Мы вчера слышали, что мы проповедуем не от мудрости человеческой, пусть это Божье Слово сегодня даст нам способность проверить себя, кто я есть внутри, тесно ли внутри меня, или я сегодня ходу в свободе Духа, я ориентируюсь, как мне поступать, нужно ли туда ехать, нужно ли то приобрести. Друзья, это я за всем в нашей жизни Дух Святой, Он имеет самое непосредственное отношение с каждым из нас в отдельности. Если мы ходим в Его свободе, обращаясь в молитве к Богу, Он указывает нам, учит нас, вразумляет нас, Он имеет право и способность. Но если этой свободы нету, я просто выразил свои желания пред Богом молитвы и ушел. Каким пришел, таким ушел. Но когда я имею отношение с Духом Святым и пребываю в этом отношении, тот мир, та радость, то благоухание, присутствие Его, оно сопровождает меня в повседневной жизни, и я не унываю, я не оскорблю, как прочие, я имею способность радоваться и за все благодарить Бога тому, что эта способность от Него, это Его природа, живущая внутри меня, и Он предупреждает меня, как мне, или куда поехать, или в каком служении быть. Это очень важная вещь, и тому Павел, он в этом ориентировался, он был внимательным к состоянию своего Духа, если Дух Святой не допускал, он не упирался, но были моменты, когда Дух Святой по многим городам возвещал, что узы и скорби ждут тебя, он говорит, я ни на что не взираю, только бы мне с радостью исполнить то служение, которое я принял от Господа. Люди, которые водятся Духом Святым, они ориентируются на Его действия, которые происходят внутри нас, это весьма важные моменты, друзья, дорогие, чтобы мы не поколебались и не уклонились, нам нужно прежде всего обрести внутреннюю свободу, внутренний мир с Богом. И когда этот мир приходит, твое сердце, у тебя есть дальше способность дружить с Духом Святым, и он будет давать правильное чувствование и правильные способности, как нам поступать в повседневной нашей жизни. Он не ошибется, друзья, дорогие, он не подведет нас, он знает, что нам нужно, и в какое время нам нужно ожидать терпения. Если доверились, открыли свои желания пред Богом, достигайте, чтобы Божий мир вошел в ваше сердце и одержитесь этого мира, приходит теснота, тревога, значит, где-то вы уклонились, где-то неправильно поступили, неправильно сказали. Дух Святой дает нам способность иметь эти чувствования, и тому мы имеем время, друзья, чтобы довериться Богу, возрасти благодать и познание Господа нашего Иисуса Христа, не на чьих-то уроках, но на личных отношениях, но на личном взаимоотношении со Словом и Духом Святым, чтобы Он дал нам эти внутренние ориентиры, и мы не уклонились и не преклонились под чужое ярмо с неверными, чтобы мы не были обольщены этим веком проходящим, и тому апостол Павел говорит, выйдите, отделитесь, и я приму вас и буду вам отцом, а вы будете моими сынами и тщерами. Пусть Бог благословит, друзья, чтобы мы вошли в это служение Духа и имели эти внутренние ориентиры в своем сердце, чтобы действовать благоразумно, действовать по Слову Божьему, и тогда не будет тесноты, не будет томления в нашем сердце, а мы будем радоваться и благодарить, что Он и есть Тот, Который держит жребий моей жизни в руке своей. Да будет имя Господне благословено и прославлено в наших домах и семье, чтобы мы, когда возвращаемся в наши дома, не тесноту приносили, а радость, мир, устройство в нашей семье. Это будет великим благословением от Того, Который желает руководить нас советом Своим. Пусть Бог даст милость каждому из нас, а Ему за все слава. Друзья, у нас есть нужды, которые нам должно принести предлиться Того, Который знает совершенно все. Он знает совершенно все. Очень важно, чтобы мы знали Его, как Того, Который знает все о нас. Если мы будем знать Его, мы будем с дерзновением приступать к престолу благодати и будем получать просимое и нужное для нашей жизни. И тому преклонившие колени будем искать Господа и будем призывать в имя молимся. Благодарю. Благодарю. Субтитры подогнал «Симон» 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 Отец этот день прошел, служение прошли, мы были, Господь, свидетелями слышанного слова, и Ты знаешь, насколько оно вселилось в наш дух, насколько оно открылось для нашего понимания и осознания, чтобы мы, следуя за Тобою, Господи, уразумели, что Твоя истина, она самая совершенная, самая верная и самая надежная. Истина этого мира, она лживая, она неверная, она не приводит к созиданию, она приводит к опустошению. Дух Святой, научи, народ, церковь Твою, держаться Твоей истины, Твоего слова, чтобы Твой глубокий мир, Он владел, Он наполнял Собою до избытка во славу Твою, Господи, среди народа Твоего много больных, немощных, Господи, и на это есть причина. Но это есть, Господь, то, что Ты делаешь с нами свое дело, и в этих обстоятельствах Ты взвешиваешь, Господи, каковы мы пред Тобой, и что владеет нашим духом, скорбь или теснота, или радость общения во имя Твое. Господи, благослови, чтобы мы взирали на Тебя, как начальника и совершителя веры, и держались упования неуклонно тому, что то, что в Тебе, оно приводит к миру, к созиданию и к устройству. Господи, эти записочки, которые принесены во имя Иисуса, да будут они услышаны на высоте, да придет голос Духа Твоего в эти семьи, в эти сердца, и да откроет, Господи, через что? Господи, было потеряно, потерян мир Твой, потеряны отношения с Тобою, Господи, через что пришла теснота и скорбь в эти сердца во имя Иисуса армоне кибалайзуне. Господи, развяжите узлы, Господи, да придет свет к просвещению тьмы, да придет слава Твоя, которая проникает в наше естество и напоминанием возбуждает чистый смысл, да будет Твоя благодать и мир на всем этом собрании. Да возвратимся в дома наши, наполненные Твоим миром, желанием, Господи, устроять свой дом духовный, желанием бодрствовать и наблюдать за ногою своей, чтобы никакая теснота, она не владела сердцами нашими. То, что мы делали, а мы делали в согласии, в мире, в понимании друг друга, осознавая, что Ты Господь, и будучи Богом живущим, Господь в теле, Ты уничижил себя и был послушан. Помоги нам, Господи, уметь смираться друг перед другом, Господь, если Ты смирился перед всеми живущими и дал себя, Господь, бить полонитом, то Ты знаешь, Господи, насколько мы смираемся у ног Твоих. Благослови, Господи, чтобы мы обрели эту способность бодрствовать и наблюдать, и хранить мир и праведность в Твоем Духе пред Тобою, а мы за все Тебя благодарим Бога, Творащего и пребывающего ныне вовеки. Аминь. Отче, Суши на небесах, да светится имя Твое, да благослови Царствие Твое, да будет Творе Твое, и на земле, 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 и на земле. Отче, Суши на небесах, да благослови Царствие Твое, 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 да бл